Я был удивлен упоминанием меня в контекстах, которые имеются в этой публикации. Господин Сережа, как на мой взгляд, занимается целенаправленной дефомацией. Более того, размещение данного материала без комментариев других заинтересованных лиц, как на мой взгляд, является односторонним освещением данного вопроса. С учетом того, что вторая сторона дает юридические оценки действиям, у читателя, не имеющего специальных юридических знаний, может сложиться превратное впечатление о ситуации. Фактически, на сайте размещены мысли нескольких людей, один из которых имеет юридические знания, другие не имеют. И позиции официальных органов. Позиции официальных органов, состава преступления, о которых говорится в материале, а именно шантаж, насилие, угроза насилия, мошенничество, введение в заблуждение, в употребление служебным положением в личных целях или в интересах третьих лиц. Это оценка заявителей, есть оценка государственного органа власти, прокуратуры, есть оценки других органов власти, в которые эта компания жаловалась. Все они указывают складу злочину Немай. Что касается нарушения права, о котором говорится в материале, то каждый человек имеет право обратиться в суд за восстановлением своего нарушенного права. Если какое-то лицо считает, что его право нарушено, тогда в суд и тогда факт нарушения его права будет являться установленным фактом. На сегодняшний день это мнение человека. Я считаю, что Сергей Казимовичук допустил преднамеренную деформацию. По себе я планирую в ближайшие дни подать на Сергея лично исковые заявления в суд о опровержении и возмещении морального ущерба и вреда деловой репутации. Я не считал этично обсуждать это с другими возможными лицами, с которыми лично не знаком. Но по имеющейся у меня информации и другие лица так тоже собираются подавать соответствующие исковые заявления. Насколько я понимаю, бывший юрист Киевского завода шампанских вин своими заявлениями также нанес ущерб. В честь и достоинству деловой репутации иностранной компании. Я не являюсь специалистом по немецкому федеральному законодательству, но мои общие знания по данному вопросу позволяют мне предположить, что вероятнее всего скептическое отношение господина Казимовичу к украинскому законодательству будет частично, то есть он будет иметь шанс сравнить украинское законодательство с немецким. Потому что в данном случае, как мне представляется, компания Хенкель сможет защищать свою честь за стоимость и деловую репутацию соответственно в немецких и австрийских судах по месту регистрации тех юридических лиц, о которых господин Казимовичук говорит в негативном плане. То есть любая негативная информация должна подтверждаться. Поэтому я хотел бы пройтись непосредственно по утверждениям господина Казимовичука, касающимся меня. Сергей указывает, что Мацко Александр Петрович дали цитаты, пришел на аферу, что ему запропонувал любого, чем онлайн и прочее. Таким образом предполагается, что я был организатором мошенничества совершенного группой лиц. Соответственно, я лицо несудимое, насколько мне известно, подозреваемым или обвиняемым по любым делам в мошенничестве, никогда не проходившее. Мне будет очень интересно узнать, каким образом господин Казимовичук будет доказывать данный факт. При этом я лицо, безусловно, занимающее активную жизненную позицию, активно занимающееся бизнесом, являюсь публичным лицом, имею активную общественную позицию. Безусловно, такие безосновательные заявления наносят вред моей деловой репутации. Кроме того, что лично мне неприятно и приводят к моральным страданиям с моей стороны. Раз есть мошенничество, которое я организовал, хотелось бы узнать, какое оно, каким компетентным органам Украины или другой страны оно подтверждено. Да, безусловно, я знаю и глубоко ценю профессионализм от общества с ограниченной ответственностью, дисконт. Ах, это великолепная компания, мне абсолютно не стыдно, что меня каким-то образом ассоциируют с ней. Однако, за весь период, за который данная компания сотрудничала с Киевским заводом шампанских вин, я не был ни владельцем, ни совладельцем данного предприятия. Мне представляется вероятным, что я у данного предприятия, в связи с утверждениями о том, что оно участвовало в организации мошенничества, и я, как организатор мошенничества, был собственником данного предприятия. Возможно, у данного предприятия будет желание обратиться в суд господину Казимирчуку. Что касается нарушения процедуры второй эмиссии акции, то, цитируя закон, нужно цитировать его полностью. В этом материале заявления господина Казимирчука, который идет под пунктом 4, цитируется начало статьи 41-й закона Украины о хозяйственных обществах, вырванной из контекста. Кроме норм, которые там цитируются, 41-я, 42-я, 43-я статья содержала еще ряд норм, которые предусматривали, во-первых, возможность внесения изменений в повестку дня, точнее, дополнений в повестку дня, процедуру такого внесения, процедуру уведомления акционеров о таком изменении. Я непосредственно не участвовал в процедуре созыва и проведения общего собрания участников, акционеров, которое состояло с 20.01.2001 года. Вместе с тем, я участвовал в разработке устава Киевского завода шампанских винстонечных. И, насколько я помню, данный устав предусматривал, что в случае принятия решения включения в повестку дня дополнительных вопросов, работающих акционеров уведомляли путем размещения объявления на проходной, остальных акционеров – письмо. На момент проведения того собрания начальником юр. отдела, насколько я помню, был очень квалифицированный, компетентный юрист. Заленская Оксана Владимировна, и мне представляется, что все процедуры, предусмотренные законом, статьями 41, 42, 43 законов Украины о хозяйственных обществах и уставных обществах были соблюдены. В свою очередь, если Сергей считает, что его право было нарушено или любой другой акционер, есть единственный возможный способ защиты своего нарушенного права – в суде. Более того, на всякий случай, дам их бесплатную юридическую консультацию. А предметная и территориальная подсудность данных дел определена статья 4 Хозяйственного процессуального кодекса Украины как Хозяйственный суд про местных выхождений акционерного общества. Я не думаю, что любое лицо, обратившееся в СССР по данному вопросу, имеет шансы выиграть. Также в пункте 8 пояснений господина Казимир Чурка о шантаже, угрозах, введения в заблуждение акционеров мне вместе с той же компанией «Клодис Кунт Альфа» приписывают разработку данных схем. Хотел бы обратить внимание, что с 2003 года о шантаже, угрозах или мошенничестве в отношении акционеров по 2009 год никаких заявлений ни в милицию, ни в прокуратуру от акционеров не поступало. Я, хоть это уже непосредственно меня не касается, я хотел бы обратить внимание на одно обстоятельство. Если человеку, дееспособному, дают на подпись договор купли-продажи, а то, что движение по акциям происходило исключительно по договорам купли-продажи, не отрицает даже господин Казимир Чурка. Если данный человек умеет читать и читает документы, которые подписывает, то представить себе, что человек, подписывая договор купли-продажи, считая, что передает что-то на хранение, в управление и так далее, мне представляется сомнительным. Если же такие люди в самом деле найдутся, настоятельно рекомендую их родственникам на основании данных заявлений обращаться в органы опеки для того, чтобы осуществлять опеку над данными людьми. Они не являются, по моему мнению, такие люди не являются в полной мере дееспособными, не способны, то есть такими, которые способны осознавать последствия своих действий и нуждаются в дополнительном уходе опеки и опеки. Потому что от обратного дееспособный человек, подписывая договор купли-продажи, как на мой взгляд, даже не имея специальных юридических знаний, не может предположить, что на основании данного договора вытекают какие-то другие обязательства, кроме купить какой-то объект материального права и заплатить за него, ну еще и передать, купить, передать, получить, оплатить. Поэтому я не представляю какой-либо серьезности утверждения, что в случае заключения договора купли-продажи здесь способны милиции, их ввели в заблуждение, сказали, что это не то хранение, не то управление. Далее, что касается реорганизации Киевского завода, коллективного предприятия Киевский взрыв шампанских вин в акционерное общество, я хотел бы напомнить следующую ситуацию. В начале 90-х годов был принят закон, который на тот момент еще назывался «Закон об аренде имущества государственных и коммунальных предприятий». Впоследствии, то есть в нынешней редакции, он называется «Законом Украины об аренде государственных и коммунальных имуществ». На первом этапе, на годы примерно 1997-го, этот закон предусматривал возможность аренды предприятия трудовым коллективом посредством создания коллективных предприятий. С 1998-го года коллективные предприятия были исключены из перечня возможных арендаторов. В связи с этим началась массовая реорганизация коллективных предприятий. Законодательство на тот момент не предусматривало простой и одношаговой возможности реорганизации коллективного предприятия в хозяйственное общество. Я хотел напомнить те судебные баталии, которые проходили в Киеве с другими коллективными предприятиями, с Украином, с Дворцом спорта, с многими другими предприятиями по Украине. В конечном итоге 95% коллективных предприятий, которые по тем или иным причинам не реорганизовывались, потеряли право аренды государственного имущества. Поэтому я считал и считаю, что процедура замены арендатора коллективного предприятия на закрытое акционерное общество была единственной возможной для сохранения права аренды. Я хотел обратить внимание на то, что процедура реорганизации проводилась открыто и гласно. И все лица, которые считали, что при переходе с коллективного предприятия в закрытое акционерное общество нарушались их права, могли обращаться в суд в период такой реорганизации в 1998-1999 году. Поднимать историю 14-летней давности я не считаю целесообразным. У меня создается впечатление, что господин Казимирчук решил, не имея на то юридических оснований, попытаться выгодно продать свои акции немцам. И для этого затеял всю эту псевдо-юридическую кампанию. В материалах Казимирчука постоянно указывается какая-то очень интересная цена акций. Сколько эти акции стоят, по его мнению, что одна акция стоит 300 долларов. Насколько мне известно, любые операции с акциями Казашево-Столичник не проводились по таким ценам. Более того, я так сильно подозреваю, что если бы на сегодняшний день в Хенке предложили выкупить весь их пакет, исходя из цены 300 долларов за акцию, они бы это сделали с огромной радостью и удовольствием, потому что цены завышены на порядке. Акционерное общество ежегодно публично подает информацию о себе. Перед нашей встречей я ознакомился с текущим балансом Киевский завод шампанских винт столичный, который размещен в интернете. Технический анализ показывает, что данная компания в лучшем случае, с учетом доли на рынке, в случае, если будет реорганизовано публичное акционерное общество, с учетом нынешних межотраслевых коэффициентов, 30 долларов может быть стоит, может быть 20. Реальная стоимость компании будет понятна, если она выходит на рынок, но с точки зрения технического анализа ее активов, она как минимум на порядок меньше. Но это все, как и мое утверждение, является оценочным суждением и гаданием на кофейные кущи. Любая вещь стоит столько, за сколько ее готовы купить и продать. Если будут сделки по 300 долларов, это будет значить, что сегодня Киевский завод шампанских винт столичный стоит, исходя из 300 долларов за акцию. При том, что я знаком с котировками и со сделками, условно говоря, 2003-2004 годов, которые проходили в диапазоне от 2,5 до 10 гривен. И других сделок просто не было. Говорить, что вот, а я считаю, что эти акции стоят по 300 долларов. Тогда вопрос, Сереж, ты получал тогда долларов 300 зарплаты? Ну вот, после каждой зарплаты приходил бы и говорил, куплю одну акцию за 300 долларов. Тебе бы в кабинет Юра Дерекова тогда бы стояла очередь на ближайшие 800 лет. Я думаю, что Александр Петрович тоже бы очередь стал Мацко, тогдашний директор завода. Это очень интересная цена для того, чтобы продать. Если бы я знал, что кто-то будет покупать акции завода за 300 долларов, я бы сам купил тогда по десятке гривен, и мне бы продали без обмана и насилия. Ну, на реальне. Киевский завод шампанских винт – очень хорошее предприятие. Только у него проблемы с географическим положением. Вот если бы оно было в Австрии, тогда бы можно было, наверное, поговорить о таких целях. Мы с интересом узнали о том, что по операциям, связанным с коньячным заводом, Таврия, Кодис, Контальфа, есть у кого-то какие-то претензии. Эти операции проводились тоже достаточно давно, от десяти до пяти лет назад, насколько я знаю. На сегодняшний день ни одно должностное лицо о Дисконтальфа. Ни генпрокуратуры, как указано здесь, ни другими правоохранительными органами к ответственности не привлекалось, уголовные дела не возбуждались, ни одна сделка о Дисконтальфа с акционерным обществом в Тавле в судебном порядке не обжаловались. Во всяком случае, нам не ничего не известно о таких решениях. Такие решения отсутствуют в Едином государственном реестре судебных решений по состоянию на сегодняшнее утро. Сегодняшний день на 15 марта. Что касается оценки действий других лиц, с которыми я работал на основании договоров о предоставлении консультационных услуг. Я не вижу нарушений действующего законодательства, мне не известно об осуществлении каких бы то ни было уголовно наказуемых деяний со стороны Киевского завода шампанских лиц, столичного завода шампанских лиц или его должностных лиц. Я не согласен с правовой оценкой данных в обращениях Казимальчука и других физических лиц. Более того, мне представляется, что данные обращения, не имея под собой никаких оснований, являются попыткой корпоративного шантажа немецких инвесторов. Не представляется, что вся идеология данной компании, проводимой Казимальчуком, состоит в том, что есть у нас в голове цена – 300 долларов. Или заберите у нас по этой цене, нам все равно, что вы думаете. Как только в больном воображении? Не знаю, чью, не знаю, хоть какой-то киномест как-то эту цену просчитывал, или она как таблица Менделеева приснилась звучит кому-то. Я не являюсь профессиональным оценщиком. Да, я прослушивал когда-то курс оценки инвестиционных активов, касающийся оценки инвестиционных активов, но сертификацию не проходил. Мне это нужно просто для моей работы в компании по управлению активами. И для осуществления моих частных инвестиций. Выскажу свою позицию. И при наличии свободных денег дороже, чем по 20 долларов, я акции эти не покупал. Если кто-то считает, что они стоят дороже, чем 300, я думаю, что смогу найти людей, готовых их продать за 30, 40, 50 долларов покупать. Так вот, есть вот такая позиция у людей. Возможно, некоторые пожилые люди, пенсионеры из этой группы руководствуются своими идеологическими принципами, что вся собственная страна должна принадлежать народу, что нам не нужны иностранные инвестиции, что это все должно быть собственностью трудового коллектива. О мотивах лучше спрашивать других лиц. Я, в отличие от господина Казимчука, который оперирует данными, которые, во-первых, были ему известны во время нахождения его в трудовых отношениях, во-вторых, которые он незаконно, по моему мнению, собирал после прекращения трудовых отношений с заводом. По своим морально-этическим убеждениям не готов разглашать не принадлежащую мне информацию. Я, работая на разных компаниях, в самом деле эпизодически на консалтинговых и консультационных договорах сотрудничал с Киевским заводом шампанских вин. Часть из этих договоров я смог поднять, восстановить. Во всех этих договорах есть раздел конфиденциальности. Соответственно, даже под судебные процессы, которые я планирую в отношении господина Казимчука, при необходимости оперировать той или иной информацией, которая мне известна или могла быть известна в процессе исполнения данного договора, я предварительно буду запрашивать разрешение собственника Киевского завода шампанских вин. На данном этой, к сожалению, более подробных комментариев я передать не могу. В принципе, я прошелся уже по основным утверждениям господина Казимчука, который выбрал. Я вроде ничего не пропустил, но, естественно, под судебное решение будем рассматривать более внимательно. который поращит мою телевую репутацию. То есть, обобщаясь за все, хочу передать привет господину Казимчуку и сказать, что надеюсь на скорую встречу. Продолжение следует...